Чем я могу удивить, например, Булгакова? Да он знает больше меня в тысячу раз. Что я могу предложить практически для него интересного? Кроме того, о чем вы сказали, что, наверное, молодежи не нравится. Охота – это страсть. Это такое же, как и лечение женщине в противоположном поле. И зачастую даже более сильная страсть – это эмоции. Не поверю никогда, что даже молодежь будет отказываться, будет просматривать вот эти вот сочные, откуда кровь капает, как из, назовем по-вашему, из стейка, будет отказываться от такой литературы, которая полна действий, эмоций, страсти. Да ну и что? Если мы будем говорить о людях, которые, ну, делали охотничью литературу раньше, то, к сожалению, остановить ничего нельзя, потому что охота изменилась. Нету той творческой охоты, когда человек шел в природу, так сказать, и мог отдаться там своим этим самым. Сейчас пока тебе бумажек дадут столько, если тебе вообще дадут бумажек столько, что отпадает вообще уже желание не то, что идти на охоту и где там любоваться там какими-то природными. Изменился подход к охоте весь. Лирика ушла в основном. К сожалению, лирика в охоту не вернется. И вот этот сегмент художественной охотничьей литературы, он, к сожалению, будет уходить. Мы уже видим сейчас, что вот эти книги, которые не несут практической ценности, то есть из которой люди не могут извлечь практическую информацию, он сильно просел. Кто только об охотнике пишет. Ну, я понимаю, что природа, естественно, настраивает, а не пишут охотники. Вот. И один уровень – это когда литература просто, ну, грубо скажу, обывательская, да, то есть написал, изложил, излил душу, опубликовал, не опубликовал и все. Кто-то прочитал, не прочитал. Но когда автор уже начинает писать, писать, писать и заявляет о публикации постоянно, и требования к нему уже должны быть иные. Вот, учитывая то, что я с Роу вообще с редакцией уже практически 20 лет и авторов, кто-то уходил, кто-то приходил. Мало вот тех авторов, которые остались вообще на протяжении, скажем, двух десятилетий с издательством. Это говорит о том, что, как правило, пишущих авторов, хорошо и читаемых авторов, их очень-очень мало. Отсюда проблема и в издании. В издании литературы определён. Можно разделить, наверное. Есть охотничий очерк. Это просто вот когда читатель, ну, вот свои эмоции, так сказать, свой на страницу вынес, ну, свои впечатления, будем говорить, о той охоте, которую он провёл. Есть человек, который пишет, ну, во всяком случае, пытается писать рассказ, что ли, там, не от первого лица, может быть, так сказать, или от каких-то, какой-то сюжетный рассказ. Совершенно разные вещи. И, к сожалению, вот эти рассказы, которые можно было бы отнести к художественной литературе, их, в общем-то, всё меньше и меньше становится. Нужно будет сосредоточиться именно на практическом направлении, то есть на так называемой профессиональной теме. То есть чтобы человек открыл газету, и он мог получить для себя практическую информацию, а не какие-то лирические рассказы. Наверное, есть смысл для такого формата, как журнал «Привода охоты» сделать две версии. Они должны отличаться. Электронные версии и бумажные версии могут быть разными. Почему? Потому что электронные версии подразумевают быстрое чтение. Там вот сейчас много говорят о клиповом этом всяком дры-ды-ды. Большие тексты в гаджете не, как молодежь говорит, не канают. Они должны быть короткими, краткими, информативными, красочными. И вот разделить журнал на две версии. Одна будет версия на бумажном носителе, и более сжатая или наоборот. Она может быть по объёму большая версия, но сами материалы должны быть, как говорил, краткими, как выстрелы. Охотничья литература, может быть, самое такое интимное излияние человеческих чувств. И вовсе не отсчёт о том, сколько настрелял, так сказать, Черков и Забекасов. Охота передаёт то состояние души человека, которое он испытывает, находясь с ружьём в природе. Не обязательно даже, чтобы эта охота принесла ему какой-то результат. Охота не бывает безрезультатной. Если ты даже ничего не добылся, всё равно ты возвращаешься с чистой, лёгкой душой.